Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тем временем мы подошли к следующему повороту Этот поворот ведет в комнату, где хранилась азотная кислота Тоже сверху при входе... Ух ты, как тут интересно! Замерз лед Здесь тоже есть предупреждение Только здесь вообще это не читаемое Стой! Огне опасно! Какой-то меланж... Правильно? Больше букв здесь нету... Меланж... Метан... Какой метан? Меланж... Вот это буква L Четкая буква L Это МЕМЕЛАНЖ Что такое меланж? Я посмотрю чуть-чуть попозже Меланж... Меланж... Окислитель для ракетного топлива Из концентрированной азотной кислоты С добавкой растворенного в ней амила Меланж... Это высокотоксичный окислитель топлива Для ракет любой дальности На складах Министерства обороны Этот окислитель значится под маркой АК-20К Он представляет собой концентрированную азотную кислоту Не менее 74% состава Легколетучее соединение красного или желтого цвета Даже незначительное попадание меланжа в атмосферу Приводит к серьезным и необратимым последствиям Для живых организмов Поскольку его предельно допустимая концентрация 0,005 мг на литр Всего несколько вдохов паров меланжа Могут оказаться пагубными для организма Длительное пребывание в облаке меланжа Без костюма химической защиты Гарантированный летальный исход Комната Где хранилась азотная кислота Она похожа на комнату для хранения гептила Тоже сверху было гидрооборудование Вот комната прямо Слева была комната Где дежурил личный состав И направо уходит шкафное оборудование Для управления подачей азота В азотную кислоту Здесь тоже самое Справа была комната Где стояли емкости под азотную кислоту Туда попасть тоже не удастся Так как она полностью завалена Торчит оттуда песок Что есть, то посмотрим Кстати, вот здесь же я видел Эти нагревательные элементы Нагревательные элементы трубчатого типа Опять розеточки по 127 вольт Но это не розеточки Это выключатели Или переключатели Тут кошерная лесенка есть Для чего-то Да, конечно, тут побывали все Кто хотел Нас интересует Вот они Нагревательные элементы Они такие С елочкой, с бахромой Из проволоки Может быть еще Плюс Получали нагрев От какого-то Источника энергии Не суть Вот они здесь стояли К ним подводилась Жидкость Может быть вода Может быть еще какая-нибудь Теплообменная Жидкость Железный такой занавес Здесь лампочка была С выключать С распределителем Провода еще торчат Здесь нагревательный элемент Стоял покрупнее И даже есть Целые Трубочные Нагревательные элементы Вот как раз таки Про них я и говорил Что где-то я их видел Еще целыми И потом Все это Уходило В комнату Которая Располагалась Поблизости Ну в принципе я знаю Что это за комната Сейчас я зайду в нее С другой стороны Эх Дверь Такая же Как и на входе С Запорными устройствами Ведро Так Потолок ледяной А двери совсем нет А дверь с крепучей В данном случае Такие воздуховоды О Такие вот Сверху стояли Шкафы с оборудованием Управления От них Остались Такие Обрубленные Кобелечки Вот там Чуть-чуть дальше Тоже Есть А ну посвети туда чуть-чуть Как смог Так и показал Ладно Здесь тоже Воздуховоды имеются Но видел я через стену Другие Какой здесь лед Мощь Мощь То есть Подавалось Это Вот как раз Там вот видны Обломанные Нагревательные элементы Через Вот этот Воздуховод Нагретый воздух Подавался сюда Или наоборот Отсюда Куда-то дальше Подавался Здесь такие Обрубленные Ну видимо Хотели их Унести Тоже Воздуховоды Обрубленные Не договорил Комнатка такая Просторная С высоким потолком По льду Я иду Бочки Ну это Здесь был выход Наверх В случае чего Но там Дальше Чуть-чуть Завалило Что? Та там Наверх Че там Заползать Тут имеется Пролом В стене А там Не было Здесь Уже начал Заполнять Комнату Песок Вот Справа Комната Для хранения Азотной Кислоты Которая Засыпали Полностью А здесь Вот имеется Пролом В стене Мы сегодня Туда не пойдем Я туда ходил Ранее Покажу Нет Там не Вентиляционная Там Технологические Уровни Для Обслуживания Ракеты Вот сюда Очень странная Патерна Вход в нее По-видимому Был левее Там Где сейчас Завал песка При повороте Налево Проходной Тоннель Заканчивался Слепо Возможно Тот вход Куда он вел Просто заложили Кирпичом От лишних глаз Тогда Сохраняется Вероятность Того Что в какое-то Подземное Помещение Мародеры Не попали Если от входа Повернуть Направо Куда я сейчас И направляюсь То в прямом Направлении Тоннель Уходит Немного Вправо И тоже Оканчивается Слепо Что-то мне Кажется Или проход Меньше Стал У окончания Патерна В этом месте Есть странная Особенность Она сужается По высоте Это сужение Я связал С тем Что в тоннель Мало-помалу Поступает песок Из отверстий И проломах В стенах Тем самым Уменьшая Проходную Способность Но причина Этому Не поступающий Песок А конструктивная Особенность Тоннеля В этой стороне Он просто Сужался Для чего Уже не понять В стене Есть отверстия Через которые Либо шли Неизвестные Кабели Или трубопроводы Либо отверстия Просверлили Охотники За наживой С целью Ознакомления С содержимым Находящимся За стеной Кстати В эти отверстия Просматривался Не то еще Один тоннель Не то Оголовок Шахты Железобетонную Конструкцию Ее не стаскивали Ее прямо Взорвали Примерно Посередине Тоннеля Есть интересное Ответвление Направо Которое И приводит Нас К взорванному Оголовку Пусковой Установки И шахте Лифта Вот что тут Тут даже Штыри Есть Шてри Штри Страх Что Вам Оголовку Суши М retention И М В austerе Если Не Чем Ваше Давай, Фонарик. Держу. Это одно из мест, где рядом должна была быть ракета. Но здесь очень трудно судить, с какой стороны она была, потому как очень большой заряд тротила разорвал стены. Это можно видеть прямо за мной. С одной стороны где-то была шахта лифта, а с другой ШПУ типа ШЭКСНОВЭ. Ну вот в таком виде она и находится. Но сейчас мы попробуем посмотреть на нее немного с другой стороны. А для этого нам надо попасть в другое место. Наверх пойдем. Можно отсюда запрыгнуть. Запрыгивай отсюда. Отсюда мы зашли. Здесь вот такой небольшой задаточек лесенки остался. Но она здесь была, справа. И заходим в комнату, где стояло гидрооборудование. Ну похоже, как и в комнате, где хранился гептил. Два отверстия. Здесь и чуть дальше. Вот там. Из-за того, что проломали комнату, где хранились емкости. И где были емкости под азотную кислоту. Здесь образовался такой провальчик. Через который даже можно попасть на улицу. Какая-то надпись. Уволен. Уволен. Хорошо, что хоть, наверное, в запас. Хотелось бы думать, что в запас. Здесь комната, где стояло шкафное оборудование для гидроаппаратуры. Это подчистую. Ну подчистую, да. Вот он прям вмонтирован в стену был шкафчик. Со всякими манометрами, термометрами. Термометрами. И всевозможной распределительной аппаратурой. Клапанами. Электромагнитными. Не электромагнитными. Механическими, то бишь. Три нагревателя были. Дальше. Здесь нету. Как и здесь, и на стене нету. Видишь, никаких предупреждений. Тоже выкрашено все в серебряную краску. Оборонное количество воздуховодов. Вот они магистрали с азотом. Четыре штуки. А нет, есть все-таки надпись. Перед работой. Что-то с перчатками. Перчатки. Проверь перчатки, наверное, перед работой. Ну что и говорить. Перчатки здесь попадаются. Вот, пожалуйста, эти перчатки. Может быть, еще какие-нибудь другие были здесь. Вот она запчасть от этой аппаратуры. А мы спускаемся обратно вниз? Да, да, да. Мы спускаемся обратно вниз. Только. Спускаемся? Да, да, да. Дальше. Опа. 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 Пойдем. Вот эта надпись, меланж, что за меланж? Эх, какие здесь стены, а мы двигаем дальше. Опа, ой, блин. Ну и последняя, дверь вышибли, многочисленные трубы и прямой выход или вход к третьей пусковой установке. Кстати, тут дверь герметичная тоже на месте. Все здесь в порядке, все элементы имеются, кроме датчика какого-то. Палочки и там все завалено. Все завалено. Все товарищи спускались к третьей пусковой установке. Заходили сюда, кабельная линия шла вот здесь, вот здесь и вот на ракету уходила. Раньше фонариков в таких количествах не было, проще было накрутить кусок материи на палку, смочить его в какой-нибудь солярке, в бензине и поджечь. И ходить, и ходить. Просто светить. Здесь тоже все взорвано, что шахта лифта, что оголовок шахты. Показать нечего, все. Уходим. Не все сказал про понижение тоннеля со ступеньками перед поворотами на шахты и хранилища. Я их называл ванночками. Можно было видеть, что в них стояла замерзшая вода. Для сбора воды они и служили во время работы комплекса. Но старожилы не припомнят, чтобы она там собиралась. Герметичность железобетонных конструкций была на высоком уровне. Магистрали азота и кислорода под давлением в 400 атмосфер обеспечивали заправку баков ракеты азотной кислотой и гептилом в кратчайшее время. С такой важной задачей не справлялись даже самые мощные насосы. Поэтому конструкторы придумали такой способ заправки. При этом азот не позволял азотной кислоте снизить концентрацию. А гептил спокойно, без возгораний, уживался с кислородом. Схема заправки ракеты в то время была оригинальной и намного опережала время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот пролом в помещении дизель-генераторный. А вот этот фундамент нам говорит о том, что здесь были емкости с дизельным топливом и с маслом для дизель-генератора. Здесь такой провал нехилый, немаленький, так скажем. Здесь еще один объект, стоящий немножко поодаль, это всех остальных. Он находится вот здесь. Раньше, конечно, здесь был вход более кошерный, получше, чем сейчас. Но нынче он стал таким. Стены черные, потому что здесь был пожар. Везде кругом мазут. Это сооружение подземное тоже. И здесь вот такие есть воздуховоды. Точнее, они здесь были, которые уходили наверх. Это комната нейтрализационная. А нейтрализовали здесь азотную кислоту и гептил. После того, как по особому распоряжению они были закачаны в саму ракету. То есть из ракеты, если она в заправленном состоянии, топливо обратно в хранилище азотной кислоты и гептила не закачивалось. Оно поступало сюда, где производили нейтрализацию. Вот такое помещение нейтрализационное. Многочисленные выходы наверх. Здесь даже какой-то бак остался. Естественно, принадлежавший или входивший в систему нейтрализации компонентов топлива. Компонентов высококипящего топлива. Ну и все, в принципе, из таких крупных объектов. Главное не провалиться. Там входы идут еще чуть-чуть дальше. Это второй вход в эту нейтрализационную комнату. Здесь дырочки немножко прикрыты, но здесь ничего нет. То же самое. Везде мазут. Что касаемо нейтрализационной комнаты. Для компонентов ракетного топлива. Там они нейтрализовались в такую субстанцию, которая не приносила окружающей среде никакого вреда. И все это сбрасывалось по трубопроводам в речку Тагил. Которая находится в чуть более километре от данного БСП. Мы за сегодняшний день охватили большую, очень большую часть объектов подземных. Я думаю, вам было очень интересно. На этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова